17 мая Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе. Если реформу утвердят, то по плану премьер-министра Владимира Гройсмана она должна вступить в силу с 1 октября этого года. Среди основных положений реформы повышение минимальной пенсии на 61 гривну, что составит 1373 гривны. Введение личных накопительных пенсионных счетов для всех украинцев уже с 2018 года. Отмена выхода на пенсию по выслуге лет. Сохранение пенсионного возраста 60 лет. И возможность докупить рабочий стаж за 704 гривны за один месяц. Съемочная группа информбюро решила узнать, что об этом думают люди пожилого возраста. Я считаю, что на такую пенсию жить невозможно. Даже не то, что жить, существовать невозможно. Человек, который проработал всю жизнь 30-40 лет, на такую пенсию жить, у него украли молодость, украли здоровье. И куда эти деньги все делись, непонятно. Я, в общем, не согласен с таким подходом, с таким размером минимальной пенсии. Это такие мелочи, понимаете? Следом за этим повышением идет повышение цен в два раза еще больше, понимаете? Поэтому это вообще копейки. Только если есть семья, которая помогает пенсионерам, можно выжить. А так на одну пенсию вообще выжить невозможно. Я знаю таких женщин, которые роются в мусорках, понимаете, что это такое пенсия. А про лекарства вообще нет никакой возможности купить. Пусть они свой рабочий стаж посчитают. Сколько у них получится. Они просто не думают, что им пенсия не нужна. А те люди, которые сейчас не могут найти работу, как им быть? Вот та же молодежь, которая не может устроиться на работу, где она будет этот стаж брать? Да не надо ничего повышать. Дайте молодежи работу, и все. Будет вопрос решен. Будут налоги, все пойдет в бюджет. И будет вам пенсионная... Никакой не надо реформы. Я считаю, что это неразумно, потому что вот такие маленькие зарплаты, что человек вряд ли сможет докупать что-то. А те, которые смогут докупать, так... Им и эта пенсия не очень нужна. Ну что минимальная пенсия? Вы прекрасно сами понимаете, что такое 1362 рубля. Если человек должен заплатить за квартиру, даже с учетом субсидии, он должен заплатить за квартиру, у него остается 600-700 рублей на жизнь. Можно прожить на эти деньги? Нет. Это... Ну, это не решение проблемы. Теперь еще не... Как были нищие пенсионеры, так и не останутся нищими. Кто будет нас слушать? Уже стояли люди везде, где только не стояли. Кроме кровопролития, ничем это не кончалось. Нет, я не знаю. Я просто не знаю. Что тут опять сия, даже чтобы ты и думал, как оно все к вам дорожает. Тысяча триста – это тоже ничего. Это тоже не счета. Больше я ничего не могу сказать. Если было тысячу двести сейчас у меня, сто гривен, это не два, да, конечно, у меня сделают хорошую жизнь. Нет. Это кошмар какой-то. Вот мы получали... Вот я, мне 86 лет. 86. У меня пенсия была советская. Когда перешли на наши законы, после нашего, извините за это, незалежного государства, то нам получалось, что мы меньше всех получали денег. Уже новые пенсионеры, которые приходили, получали в этот период времени, они получали по новым законам. А нам шесть лет, нам вообще не добавляли ничего. И только в 12-м году нам дали какую-то компенсацию. Что это за компенсация, как она там начислялась, может, никто ничего не знает. Ну, если мне дадут такую пенсию, у меня квартира однокомнатная стоит платить за квартиру 1568. Вот представьте, что я должна сделать. Как я должна жить? Только за квартиру. Вот и все. Это же не реформа, да. Это издевательство, понимаете? Это издевательство. Так что, например, мой сын там за границу ходил, работал, все такое. Сейчас не хватает у него, тогда должно быть он год, год за два. А теперь ему будет скоро 60 лет, а у него не хватает. Сняли все это, и вредно, все на свете. Куда он может идти поработать, чтобы заработать эти деньги. Редактор субтитров, какими словами, не хватает. Корректор А.Кулакова Субтитров, какими словами, если я не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...